Приветствую, вас Анастасия, и знаете, те проблемы вашего молодого человека, которые произошли, которые сейчас у него есть, вы решить не сможете никак, к сожалению, потому что это то, с чем ему предстоит справиться самостоятельно. То, что вы можете сделать, то, что вы реально можете сделать, то, что от вас зависит, это быть своим молодым человеком рядом, поддерживать его, дарить ласку, тепло, заботу и так далее. И стараться в меру своих возможностей, в меру своих сил, облегчать его душевные муки, если такие есть, убеждать его в том, что все хорошо, стараться радовать его, понимая, какие желания у человека, какие у него предпочтения, какие у него мечты и так далее. И внося позитив в его жизнь. Вот это, как любимый человек, вы можете сделать. Это то, что достаточно реально для вас. Это то, что вам спасибо, это то, что вы можете сделать без ущерба себе. И это очень важно, чтобы не было излишнего самопошердствования в отношениях, потому что оно приведет лишь к тому, что вы рискуете потерять себя, вы рискуете потерять свою целостность, свою самостоятельность, а это в свою очередь, ну, только негативно на вас бродит. И также нужно понимать, что мужчина, мужчина, ну, а по мужчину, то он преодолевает проблемы сам, но женщина ревности всегда выступает опорой, чтобы мужчина решал проблемы, чтобы он преодолевал их. Поэтому вам именно в таком, в такой форме и нужно желательно себя вести. И именно так вы лучше всего, чтобы по своему молодому человеку поможете, поддержкой, любовью, лаской, заботой. Чтобы он знал, что с вами это такой оазис, оазис спокойствия, оазис гармонии, оазис любви, и чтобы он знал, что в мире есть вещи прекрасные, в мире есть вещи гораздо лучшее, чем то, с чем он сталкивается. И сама эта мысль, само это знание будет его согревать. На этом все, надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу, если вам мой ответ понравился, сделайте его лучшим, пожалуйста, буду благодарен, пока, желаю вам всего доброго.